Думская площадь. С добрым утром! В календаре официальных праздников нашего государства сегодня значится День Европы. И прямо сейчас поговорить об этом мы пригласили в наш эфир депутата Европарламента от Латвии Ивара Иепса, который появляется в нашем эфире. Доброе утро! Разогрейтесь перед встречей со школьниками. О чем будете рассказывать подрастающему поколению, что важно знать о молодежи о Евросоюзе? Кстати, сказать, да, надо, наверное, отметить, что именно этот год, 2022, признан годом молодежи в Евросоюзе. Вот, господин Иепс, что везете школьникам? Ну, как вы знаете, это необычный День Европы в этом году, потому что мы знаем, что это в то же время в Латвии и в других странах является Днем Траура. Потому что мы видим, что происходит сейчас в Европе и через что мы все проходим. Но, тем не менее, я думаю, что у молодежи очень важно иметь эту европейскую перспективу, говорить не только о будущем и о каких-то кризисах, но и о том, как мы будем из всего этого выходить, и как они будут жить в Европе в будущем, в том смысле, о чем мы должны думать, как мы должны заботиться о своей экономике, о своей стране. В этом смысле тут, я думаю, что много есть о чем поговорить и, конечно, отвечать на вопросы, потому что это одна тоже из функций Европейского парламента, чтобы просто разъяснять и рассказывать, что же там происходит. А что вот наиболее всего, по вашему опыту, волнует молодежь из жизни Европейского Союза? Вот насколько активно, может быть, наши школьники, студенты задействованы в различных европейских проектах? Насколько они вообще информированы о своих возможностях? Вы знаете, слава Богу, в Латвии школьники и молодежь очень много знают о том, какие возможности у них. Например, я сам работаю до сих пор в университете, и возможность поехать куда-то учиться, хотя бы в том же самом Erasmus+, в этой большой европейской программе, об этом все знают и этим очень-очень охотно пользуются люди. Ну и, конечно, другие возможности, в том смысле, что когда ты строишь свою карьеру, например, тут в Латвии, ты должен думать не только о местных каких-то возможностях, но и более обширной перспективе, потому что понятно, что наша экономика становится все более интегрированной в европейское пространство, и это, конечно, касается и твоего выбора карьеры, и твоего изучения иностранных языков и других возможностей. В этом смысле, я думаю, что Европа – это не одна какая-то большая идеология, там очень много маленьких вещей, которые улучшают нашу жизнь, делают ее более современной, более процветающей и так далее. В этом смысле, Европа – это практические вещи в первую очередь, а потом только идеологии. Как мы знаем, этот проект строился после Второй мировой войны, когда тоже тут были у французов и немцев, было что сказать друг о друге, но, тем не менее, они поняли, что давайте делать практические вещи вместе, и тогда уже потом придем к каким-то более идеологическим установкам. Так что практические вещи, практические вещи – это Европа. А насколько сильно отличаются практические интересы, ну, опять же, вот про молодежь поговорим, в нашей стране от, скажем, сверстников в других странах Евросоюза, предположим, там, вот во Франции. Что сегодня разнит, отличает молодежь? Ну, вы знаете, в первую очередь, я думаю, что молодежь везде более-менее одинакова, но то, что отличает латвийцев, это то, что мы действительно и в своем метальности иногда гораздо больше европейцев, чем те же самые французы, потому что то, что меня поражает, это то, что французы, например, очень часто монолингвальны, они знают только один язык, в смысле свой. Мы знаем, что латвийцы в основном билингвальны, трилингвальны, квадрилингвальны, мы изучаем языки, потому что мы понимаем, что это способ входить в более обширное пространство, и в этом смысле принести что-то свое в Европу в целом. А что касается нынешнего поколения и в целом, то я тоже, работая со студентом, замечаю то, что в первую очередь это совсем другое поколение, чем мое. Я, конечно, ребенок еще советских времен, и они более открыты, они более открыты, они меньше стесняются задавать вопросы, они более критичны, ну и они, конечно, немножко по-другому и организуют свое время, потому что этот фокус внимания у них другой. Это, конечно, и связано с интернетом, и с другими вещами, но то, что латвийская молодежь такая же, европейская молодежь, как в любой другой стране, это, безусловно, так. А вот, господин Иевс, по вашим наблюдениям, насколько вообще для молодых людей сегодня важна именно европейская идентичность? Она вообще важнее, чем национальная? Нет, я думаю, что национальная идентичность, конечно, очень важная до сих пор, и в этом смысле мы не должны требовать от Европы, чтобы она заменяла нашу национальную и государственную идентичность. Это, скорее, другой слой идентичности. В том смысле, что те же самые, я не знаю, шведы, датчане, литовцы и все другие, они в первую очередь, конечно, считают себя принадлежащим к своей национальной культуре и так далее, но тем не менее, важной составной частью именно этой национальной культуры является ее европейская принадлежность. Это, скажем так, это такой многослойный торт, я бы сказал, потому что не надо думать о том, что Евросоюз вообще строит себе эту и ставит себе эту задачу, заместить национальную идентичность. То есть, политическая нация, формирование политической европейской нации, таких задач Евросоюз перед собой не ставит? Ну, это, безусловно, так, да, но почему же? Мы знаем то, что, ну, в первую очередь, эти наши национальные государства в Европе могут успешно развиваться экономически, социально, культурно и так далее, если они более интегрированы между собой в какой-то более обширный европейский проект, который создает нам простор, и экономический простор, свободный рынок, и культурный простор, и политический простор, когда мы принимаем какие-то общие решения. Но это не так, что никто не думает о том, что будет какая-то европейская нация. Это не вопрос сегодняшнего дня, я думаю, что вопрос не ближайшего будущего, это точно. Так что это, это, Европейский Союз, это очень интересный проект, потому что это меньше, чем национальное государство, но это гораздо больше, чем международная организация. Это что-то посередине, и тем он, конечно, является и очень интересной вещью, потому что мы можем представить себе, какой бы была Латвия в этом году, если бы мы не поступали бы в Евросоюз, и не было у нас этой возможности. Я думаю, что мы жили бы гораздо хуже, чем сейчас. Вот если продолжить разговор о том, насколько можно считать единым, или, если хотите, сплоченным сообщество стран Европейского Союза, вот события в Украине, как на этот фактор повлияли, насколько вот удается сохранить уровень компромиссности принятия решений, некоторой сплоченности, вот, например, новость буквально сегодняшнего утра, что ЕС не может договориться о новом пакете санкций против России, вот уже который день его согласовывают, согласовывают. Вот как влияет нынешняя ситуация на некую сплоченность мнений? Это очень интересный вопрос. В первую очередь, это политическое понимание того, что происходит, безусловно, едино. Тут нет никаких серьезных людей в Европе, которые действительно верили в то, что говорит Кремль, что они защищают русскоязычных на Донбассе, и вообще это просто такая мирная спецоперация, или принуждение к миру, или военная спецоперация. Все понимают, что это агрессивная война. Ну, в этом нет никаких разногласий в Европе. Что касается последствий, понятно, что санкции, особенно вот именно то, о чем было только что в новостях насчет Болгарии, Венгрии и Словакии, насколько я помню, стран, которые не поддерживают полное нефтяное эмбарго. Да, это так. И в этом смысле, конечно, это чувство угрозы очень разное. Иногда между европейскими странами, и оно только создается, что это общая европейская угроза. Но в то же время это же, ну, скажем так, политический процесс. Как говорил, не к ночи будет упомянут, Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Торг здесь уместен в том смысле, что тут этот торг насчет, как мы будем эти санкции вводить, кто от этого выиграет, кто будет что кому компенсировать, если мы их будем вводить. Это тоже составная часть проекта. Но понятно, что мы движемся в направлении более жестких санкций, и что мы движемся к более единому отношению к агрессии российской на Украине. То есть такой глобальный курс, он все-таки единый, как мы понимаем, да, а вот уже нюансы, так сказать, обсуждаются в ходе переговоров. Господин Ипс, не только как депутат от Европарламента, но и как политолога в том числе, вот хотела бы вас попросить дать оценку вот еще одного свежего, так сказать, события на мировой арене, повторного избрания Макрона. Вот на ваш взгляд, как будут развиваться его амбиции на европейское лидерство? Сейчас ведь Франция председательствует в Совете Евросоюза до июня. Вот ваши прогнозы, что будет дальше? Ну, понятно, что Франция тоже не была готова к тому, ну, в принципе, в Европе очень многие не были готовы, что произойдет что-то такое, как 24 февраля. Но, тем не менее, он это лидерство Макрон сохраняет. Я думаю, что его переизбрание, это, безусловно, для Европы в целом гораздо лучший вариант, чем приход к власти Лепен. Но, в то же время, ну, я думаю, что здесь действительно возможность для него показать, на что он способен дипломатически. Хотя бы на том уровне, чтобы добиться какого-то единого мнения по отношению к этому энергетическому эмбарго. Это нелегко, но если же ты, скажем так, выдвинул себя на такой позиции общего европейского лидера, тогда, ну, давай над этим работать. В этом смысле, конечно, Франция имеет немножко другое представление о Европе, чем Германии, например. У них есть некоторые тут идеи, скажем так, исторически сложившиеся по отношению к роли Америки. Они более скептичны, чем, скажем, немцы или голландцы, или кто-то другой. Но, тем не менее, я думаю, что Макрон на этой позиции работает. На данный момент он, ну, я думаю, что его переизбирание, это, безусловно, очень хороший сигнал для Европы. Потому что он действительно европеец. Ну, конечно, как француз и как французский президент со своими замашками, скажем так. Но, тем не менее, он европеец, он убежденный защитник Евросоюза и европейской интеграции в целом. Ну, может быть, напоследок, господин Евросоюз, чтобы уже отпустить вас, скорее добраться до школьников, с которыми вы буквально скоро будете встречаться, каким вы видите будущее ЕС? Ну, вот, скажем, лет через 10, как могло бы выглядеть это сообщество стран? Я думаю, что она будет процветать, в первую очередь. Потому что, если мы посмотрим даже на тех, которые сейчас выдвигают какие-то претензии и так далее, те же самые Венгрии и так далее, никто не уходит из Евросоюза, потому что мы понимаем, что все страны выигрыши от того, что и существует такая организация. Я думаю, что через 10 лет Евросоюз будет гораздо более политически интегрирован в том смысле, что мы будем принимать более эффективно кризисные решения, потому что Евросоюз был очень хорош для создания нового регулирования чего-либо, я не знаю, всех возможных вещей. Но реагировать на кризисы, исторически Евросоюз не был очень силен в этом. Но мы видим, что он продвигается через кризисы. Это кризис и евро, и экономический кризис, и миграционный кризис. Ну и сейчас, конечно, я думаю, это очень-очень серьезный кризис, то, что происходит по отношению к российской агрессии в Украине. Это, конечно, и для Евросоюза создаст в будущем серьезные вопросы. В том смысле, что мы знаем, что на экономику это будет влиять отрицательно и очень сильно, и мы тут в Латвии тоже это почувствуем, к сожалению. Но, тем не менее, через эти кризисы мы развиваемся и понимаем, что, в принципе, у нас другого нормального решения нет. Кто-то тут, я думаю, один британский историк, перефразируя Черчилл, говорил, что, ну, Черчилл, как мы знаем, что, ну, говорил о том, что демократия – это самый худший из всех видов правления, исключая тех, которые были когда-то испробованы. Евросоюз – это самый худший способ добиваться мира, процветания в Европе, за исключением тех, которые были испробованы до Евросоюза, в смысле, в 20-м веке, с Гитлером, Сталином и так далее. Так что Евросоюз будет процветать, он будет процветать в том или в другом виде, и, конечно, разногласия между странами будет существовать, и будем ругаться, и будем искать общие решения, но Евросоюз будет процветать. Спасибо. Да, спасибо большое, господин Иепс, отпускаем вас на встречу с молодежью. Депутат Европарламента от Латвии, Иепс, был с нами только что на прямой связи, напомню, что сегодня в календаре официальных праздников нашей страны отмечается День Европы. Ну, а знак солидарности с жертвами войны в Украине, сегодняшний день, 9 мая, также является официальным днем памяти жертв войны в этой стране. Думская площадь. С добрым утром!